Китайский банк Чужоу Коммершал приостановил операции с Россией. Чтобы вы понимали, это главный банк для большинства наших импортеров. В текущей парадигме он использовался как основной расчетный центр во внешней торговле. Так вот, в среду менеджеры финансовой организации уведомили клиентов о том, что банк прекращает отношения с любыми российскими и белорусскими контрагентами. Транзакции заблокированы как через SWIFT, так и через его российско-китайский аналог систему передачи финансовых сообщений. В январе, к слову, пропагандист А6 трусов выпрыгивали, хвастались. Да мы теперь с данной-то системой, ну вот. И между прочим, владелец одной из компаний-импортеров уже сообщил, что после данного решения банка у его фирмы сорвалось сразу несколько крупных сделок. Я хочу сказать, что санкции это не то, что нас не сломит. Это то, что нам нужно сейчас. Путин вывел страну из позора и нищеты 90-х годов! Отрыжка болотной площади. Правильно. Что никогда рачи на коленях стоять не будут. Вот эти к нам еще приползут на коленях и будут просить наших новых технологий, наших космических программ, и мы еще будем кормить Европу и Америку. Естественно. А ведь даже такие экономисты, как я, в смысле теоретики, дилетанты, и те с самого начала предупреждали, ребят, ну не тешьте вы себя иллюзиями. Китай нам не друг, не брат и не сват, и вообще не самый надежный партнер. Даже я об этом предупреждал, повторюсь, не говоря уж о по-настоящему умных людях. А что Китай? Китай заявил то, о чем я, вот мне понравилось, как этот мини-министерство иностранных дел. Я сразу, мне когда задавали вопрос, подождите, Дмитрий, ну вот он нас называл лучшим другом. Другом и братом. Другом и братом. Я говорю, поясняю для тех, кто на бронепоезде. Работаю я там, первый раз я там появился в 95-м году, работаю уже 18 лет. Там друг и брат – это фигура речи, но не более того. Она не означает ничего. И тут официальное лицо говорит, а это не означает ничего, на самом деле мы не поддержим ни этого, ни этого, ни этого. Как говорит мой приятель, крупный бизнесмен, что когда мне говорят друг, это значит, меня хотят обмануть. Точно. Когда меня назвали братом, значит, уже обманули. Это печально. Но разве ж возможно переубедить в чем-то невежественную толпу уропатриотов, бегущих под предводительством Скобеевой в сторону обрыва. Главное, чтобы Скобеева впереди да с лозунгами больше ничего не надо, кстати говоря. Напомню, что в прошлом году с легкой руки умной набиулиной Россия еще и все свои оставшиеся валютные резервы перевела в юане. Надули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. Вас кинули, Сережа, кинули, как лохов последних, как школьник. Знаете, я своей дочери, когда она накосячит, я никогда ее не ругаю. Я просто смотрю на нее, выдерживая паузу, а потом говорю, молодец. Вот и в данном случае мне хочется сказать нашим великим экономистам что-то похожее. Ребята, а вы здесь все молодцы. Это реальная журналистика, поцелуй меня украдкой, веслоухая принцесса, тема сегодняшнего выпуска. Поехали! На фоне всего вышесказанного, следующая новость и вовсе звучит как насмешка. Насмешка над нами, над россиянами готовы. Тогда держитесь за что-нибудь в Госдуме. Предложили обменивать нефть... ...на цветы. Чего? Того? Нефть на цветы в Африке, говорят, давайте менять, и это не шутка ни разу. Автором бесценной инициативы выступил некто депутат Гаврилов, председатель комитета по вопросам собственности. На минуточку, дальше цитата. Это не позволит спекулянтам продолжать отправлять в больших объемах евро за цветы Нидерландам, у которых вся цветочная экономика построена на том, что они хранят, упаковывают и перепродают их задорого. Я Сергей Анатольевич Гаврилов, коммунист, депутат Государственной Думы от Воронежской области. И я хочу рассказать вам, как мы предлагаем изменить жизнь к лучшему. Ах, ну если только в этом дело Голландию, короче, мы решили наказать, я правильно понимаю, и оно действительно важно, нужно, главное своевременно, тогда, слушайте, ну тогда, может, расширим горизонты. Можно ведь не только нефть на цветы менять, можно еще газ на бусики, а лес на ракушки. Дело в том, что наши туристы эти полезные вещи в Египте также втридорого покупают, а тут приходит человек такой на рынок, и опа, горы ракушек от Роснефти, широкий выбор бус от Лукойла, морские камушки от Газпрома в ассортименте и все это. По весьма приемлемым ценам ляпота. Предлагаю этого человека министром экономического развития назначить, ну да, вот этого депутата Гаврилова, причем незамедлительно, где мы еще такую светлую голову найдем, потому что гиганты мысли. Новый Столыпин буквально. Поэтому считаю, что у нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку, просто мы не имеем на это никакого права. Я всегда прав. А впрочем, есть еще самородки в России. Оказывается, помимо депутата Гаврилова, конкуренция нарисовалась. Вот, например, пропагандисты от Киселевской хрена новостей. Ребята, не поверите на меди, не жалея себя, буквально цельную аналитическую статью на гора выдали, в которой рассчитали, как преодолеть банановый кризис с малой кровью в случае, если Эквадор тоже недружественным государством признают. Рассказываю, какой объем работы ребятишки проделали. Они рассмотрели целый ряд стран. Затем учли внутренние потребности этих стран в бананях, а дальше приняли во внимание экспорт, который там уже существует. Ага, а потом подбили бабки, посчитали остатки и пришли к выводу, что вот эти вот остатки могли бы как раз стать сладкими для россиян. Фух, слушайте, ну вот от сердца отлегло прям. Таких аналитиков тоже в правительстве не хватает, а главное, как же они оперативно сработали? За первые сутки после объявления конкурса «Лидеры России» заявки на участие подали уже десятки тысяч человек. Так что конкуренция будет жесткой. Смысл всей затеи с максимальной откровенностью объявил Сергей Кириенко. Нам нужно, чтобы сами участники понимали и все заинтересованные понимали, что никакие связи, никакой блат, никакие деньги, никакие другие возможности, кроме собственных навыков, таланта, профессионализма, трудолюбия и знаний, тебе не помогут. Ты, по-моему, перепутал. Ну, если серьезно, друзья, этот театр абсурда одному мне только не смешным кажется или есть еще нормальные люди? Ну, какие бананы, какие цветы в обмен на нефть, когда у нас экономика в пропасть летит со скоростью звука? Вот смотрите, 74 аварии за последний год на воздушном транспорте мы имеем, причем речь идет о серьезных авариях. Двигатель отказал в полете, шасси не удалось выпустить, тормоза не сработали. И все же понимают, что дальше будет только хуже. Нам не то, что летать, скоро не на чем будет. У нас самолетопад может начаться, и не стоит себя утешать. Ой, я на самолетах не летаю, мне все равно, ты, может, и не летаешь. Но это совершенно не мешает аварийному борту свалиться тебе прямо на башку. Сколько мы протянем, это уже никто не может сказать, так как никто не может сказать, как часто самолет будет ломаться. Если решится вопрос с поставками запчастей через какие-то третьи страны, как они предполагают решить его, этот вопрос, то, может быть, мы там лет пять протянем, семь. Смешно вам, да? А мне что-то не смешно. Кстати, вот это интервью с летчиком Литвиновым было записано в апреле 2022-го. Два года почти прошло, поэтому считайте, с автопромом такая же засада. Оказалось, что китайские драндулеты, которыми мы как будто бы импортозаместились, чуть ли не на ходу разваливаются, а еще неустойчивы к нашим морозам. Не адаптированы к нашим дорогам, оно и понятно. Мы для Китая всегда были одной большой помойкой, куда сбывалось всякое гэ, хорошие, дорогие вещи нам сюда поставлять не имеет смысла. Потому что мы нищие, кто их покупать-то станет и на какие шиши? Да я пойду в люк набухаюсь, нахуй. Господи, да о чем я вообще говорю? Автопром, авиапром, у нас система ЖКХ скоро грохнется, там все сгнило нахрен, потому что год еще только начался, мы уже сотни серьезных коммунальных аварий по всей стране пережили. Весь январь практически в режиме нон-стоп наблюдали, как и наши соотечественники. В 30-ти градусные морозы, дни степла и света сидят причем тысячами. Поправьте меня, если я сейчас ошибаюсь. Ах, ну вот еще жилые дома тоже валятся. Это в Ростове два дня назад было, на прошлой неделе Подмосковье похожим случаем отметилось. Вот чем надо заниматься в режиме ошпаренной кошки, а не врать всякую хрень по ящику. Здесь будет город-зад, санкции нам только на пользу. О, Россия создает суперкомпьютеры, бла-бла-бла, да вы трубу обычную сделайте сначала. Создатели суперкомпьютеров, блин. При этом, ладно, депутаты и чиновники брешут, отвлекают народ от реальных проблем, с ними все ясно. Большинство из этих упырей собственное будущее с Россией вообще никак не связывают. За примерами далеко ходить не надо. Здесь сейчас голодец, например. А Чубайс, Дворкович, Хлопонин или вот. Бывший губернатор области Борис Дубровский, еще один любитель заграничной недвижимости, похоже, окончательно решил разорвать все связи с родиной. А бы один аргумент, почему бы с*** и нет. Ну пропагандисты-то рядовые, они что, в какой-то другой России жить собираются? Мелкие клерки, бюджетники всех мастей. Или у вас тоже виллы на островах имеются, золотые паспорта нет? Так какого ж хрена мы пациентов дома печали из себя усиленно изображаем и постоянно. Помогаем всяким бездарям пробивать каждый раз очередное дно. Бездарям ведь важно что. Перед начальством выслужиться здесь и сейчас, а дальше трава не расти им есть, куда слиться, если что. А вот нам с вами. Ладно, все, переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока.